Звенит звонок. Не на перемену он зовет, а приглашает подкрепиться. Утро в школьной столовой – это целая история из детства. Вкус многих блюд запомнится на всю жизнь. Поэтому принцип, что дают, то и нужно есть, давно устарел. Оттого и решаются в Бобруйске на эксперимент. Завтрак современного ученика состоит из трех слагаемых. Вкусно, сытно, полезно. Ароматный люля-кебаб, картофель, запеченный в сметанном соусе, хрустящие овощи, кофейный напиток и два вида хлеба – на выбор. Наша задача сегодня – участвовать в эксперименте в рамках города, чтобы питание было вкусным, чтобы питание соответствовало хорошему развитию детей. И, конечно же, этот эксперимент позволит выявить вкусовые предпочтения наших учащихся. Морская капуста, перловая каша, молочный суп лидируют в антирейтинге учеников. Поэтому задача перед технологами стоит сложная – в корне изменить ситуацию, чтобы и дети были сыты, и родители не переживали за питание. Разрабатывает новое меню для 17-й школы – комбинат «Куполинка». Мы стараемся готовить с душой, с любовью, в общем, как дома. Детки очень любят, когда идет птица. То есть, либо это будет котлета, либо кусочками жареное филе, либо бедро запеченное, и с гарниром каша, либо пюре. Вторая и восьмая школы тоже участвуют в проекте. Повар в этой истории – главное действующее лицо. К приготовлению специалисты подходят творчески. Среди новинок – шашлычок, петушок, пудинг из рикотты, мясные трубочки с сыром, рыба, запеченная в сметане, котлета-загадка с добавлением творога. При этом соблюдают баланс жиров, белков и углеводов. Каждая калория на счету. Поэтому жирное и острое – под запретом. В школе кормят очень вкусно, еда всегда свежая, теплая. Какао, все напитки всегда вкусные, все идеально просто. После трех уроков бежишь в столовую, чтобы быстрее съесть то, что нам дают. Всегда дают вкусно, всегда съедаешь и относишь пустую тарелку. Мне очень нравится, как кормят в школе. Особенно нравятся шашлыки, котлеты. После третьего урока я уже успеваю проголодаться и ем с большим аппетитом. Отдельное внимание буфетам. Здесь ставка на здоровое питание. Выбор большой. Есть блинчики с мясом, салаты на любой вкус, молочные коктейли и многое другое. В то же время заметно поредел ассортимент фастфуда. Полностью исчезли чипсы и газировка. А смаженки и хот-доги продают теперь только дважды в неделю. Проводим анкетирование учащихся, опрашиваем их мнение. Причем именно с учетом каждого блюда. Дети дают оценку по пятибалльной системе. И вы знаете, средняя оценка 4-4,5-5 баллов. Гастрономический эксперимент по организации школьного питания проходит по всей стране. В нем участвуют все области и столица. Всего больше 20 учреждений. Новшества касаются не только меню, но и количества приемов пищи. Оно напрямую зависит от времени, которое ребенок проводит на занятиях. Плюс дети сами выбирают блюда. Нововведения в этом году затрагивают и оплату обедов. Теперь средства переводятся не авансом, а раз в месяц не позднее 25 числа на расчетный счет Управления по образованию в доход бюджета. Цель у государства одна – вывести систему школьного питания на качественно новый уровень. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.